Здравствуйте! Что произошло на этой неделе в Самарской области, расскажу вам я, Татьяна Потоцкая. Итоги губернии глазами наших корреспондентов. Первый за 20 лет детский сад построен в Самаре. Здание, рассчитанное на 420 малышей, от 2 до 7 лет открыли в микрорайоне Крутые ключи. Воспитанников уже распределили по группам. Эта стройка – пример государственно-частного партнерства. На церемонии открытия губернатор заявил, что подобные социальные проекты будут и дальше поддерживаться со стороны руководства региона. Тем более, что уже в ближайшее время в области ожидается целый урожай детских новостроек. А конкретно этот детский сад будет играть еще и роль в учреждении дополнительного образования. Детский садик с особыми возможностями, что ли, представленными для детей. Как руководитель сказала, директор детского сада, а у нас ведь нет пока здесь дома культуры, и мы хотим, чтобы детский сад заменил дом культуры для детей. То есть будут раз самого различного рода дополнительные даваться будут навыки, образования и художественного творчества, и технического творчества. Еще плюс один спортобъект. В поселке Зубчининовка торжественно открыли новый бассейн, а вскоре в Кировском районе появится и новый спорткомплекс. Курс на здоровый образ жизни в регионе взяли, а площадок для этого пока явно не хватает. Имя области беспечна лишь на 18%. Обо всем подробнее Алена Платова. Занятие водным балетом, а именно так раньше называли синхронное плавание, 6 дней в неделю по 3 часа, рассказывают спортсменки. Готовится к соревнованиям в бассейне «Нептун». Он может похвастаться особенной водой, туда она поступает из собственной артезианской скважины. И ощущения воды там, и, к примеру, в школьном бассейне разные совершенно. Немножко потеплее вода должна быть чистая. Чтобы глаза, хлорки много не было, чтобы глаза не щипали. Немного позже, во время выступления, спортсменки смогут оценить качество воды здесь. В бассейне «Восток» применяется комбинированный метод очистки хлоросодержащим реагентом и ультрафиолетом. 550 человек детей и взрослых ежедневно. Пропускная способность нового бассейна. Здесь же будут проходить уроки физкультуры для учащихся соседней 86-й школы. В свое время получат и чемпионы России по судомодельному спорту. Дети должны все уметь плавать. И не только уметь плавать, но самое главное – быть здоровыми. А те, которые наиболее трудолюбивые, упорные, они могут и пойти в большой спорт. И у нас уже в Самарской области такие примеры есть. Вот только что в Дубае закончился чемпионат мира среди юниоров по плаванию. И участвовала 91 страна мира. Была команда, естественно, России. В команде России было три самарских школьника, старшеклассника. И хочу сказать, они привезли шесть медалей оттуда. В рекордные сроки строили физкультурно-спортивный комплекс с нуля за полтора года. На деньги из областного бюджета в 130 миллионов рублей. То союз и то взаимодействие, которое есть у областных властей, мэрии города Самары, в конечном итоге в комплексе будут решаться очень серьезные задачи. В тех трех фоках, которые появятся в ближайшее время на территории нашего города, уже строятся еще два искусственных катка. В том числе один и в промышленном районе, в советском районе. Все это дает нам надежду, что Самара вернет себе былую славу по-настоящему спортивному городу. Эту задачу губернатор Николай Меркушкин обозначил еще в декабрьском послании. Возводить спортивные объекты по всему региону намерены стахановскими темпами. И за приемлемые деньги. По планам это несколько десятков новых комплексов. Мы будем продолжать строить бассейны при школах, микрорайонах. Практически планируем в каждом районе города Самары. И не только в каждом районе города Самары, а там, где плотное заселение или колледж, или другое учебное заведение, чтобы был бассейн. Мы намерены по области, по городу строить не только бассейны, но и другие спортивные сооружения. Вот сейчас мы только обсудили еще одну площадку. Около храма, это улица Ленина и Чекистов, там на пересечении есть площадка. Туда мы будем привязывать физкультурно-раздоровительный комплекс. Посмотрим, как сожатся. Даже если площадка позволяет, может даже со льдом. Ждем, чтобы мог быть и лед крытый там. И площадка для занятий всеми игровыми видами спорта. Фитнес-центр. Жители поселка Зубчининовка, что называется, воспользовались моментом. Успели рассказать главе региона о том, что их волнует. Просили особое внимание уделить вопросам благоустройства. Алена Платова, Алексей Вельмискин, Новости губернии. Накануне Дня города в Сызрани говорили о том, как изменить этот город к лучшему. Общественно-политический форум так и назвали. Будущее создается сегодня. Участие в нем приняли около двух тысяч человек. Обсуждали как глобальные вопросы образования, ЖКХ, медицина. Так и частные проблемы отдельно взятого двора или подъезда. О переменах, которых уже требует Ольга Павловская. Пока благополучным городом Сызрани назовешь. Прошлый свой визит, это было примерно месяц назад, Николай Меркушкин говорил о том, что нужно делать все возможное, чтобы Сызрань не превратился в обыкновенную деревню. Эти слова касались в том числе и вопроса благоустройства. Тогда чиновники пообещали исправиться. Хотя понятно, что работа над ошибками будет идти не один день. О принципе работы, говорит глава региона в приветственном слове, речь длилась примерно час. Проблем много, решать надо. Это и медицина, состояние местной больницы желает лучшего. Это и образование, хорошо вертолетные училища успели спасти. Это и сфера ЖКХ. Мы приняли закон в числе первых в стране по ремонту ветхого жилья, по ликвидации полностью аварийного жилья. Мы рассчитываем на то, что эта программа позволит нам в ближайшие 5-7, ну максимум может быть 10 лет основной жилой фонд обновить. Дороги отдельный разговор. Так как делали, больше делать не надо. Еще в прошлый визит у Николая Меркушкина состоялся разговор с одним из подрядчиков. Работы были выполнены некачественно. Бордюры либо отсутствовали, либо не отвечали требованиям. Тогда глава региона сказала, компания в списке первоочередников на контракты не будет, чьи бы интересы она не представляла. Тендеры будут проводиться по правилам. Сейчас вот мы ехали, большие суммы выделены, почти 380 миллионов рублей на дороге в Сызрани. А едем с федеральной трассы, свернули. Дорога не очень. Дальше по городу едем, дорога не очень. Дальше едем, дорога не очень. Если дам больше не сказать. Я Кобякину говорю, слушай, столько денег, а пока едем, я не вижу тех дорог. Он говорит, этого в плане нет, этого в плане нет, этого нет. Ну вот это есть, вот это есть. Как отдельная тема и образование школы в аварийном состоянии. Одна из них буквально разрушилась во время учебного года. Это произошло весной. Треснул фундамент из стены. Учеников в срочном порядке перевели в другие учреждения. Проблему решили. Сейчас уже деньги на ремонт область выделила. Но этот момент можно назвать показательным. Почему работы не провели раньше? Нужна слаженная команда профессионалов. И в общем-то я такую команду вижу сейчас. Я очень надеюсь, что под руководством нового губернатора те трудности, о которых он сказал, будут преодолены. Но в этом должны быть задействованы не только управленцы. Это дело каждого из нас. О консолидации усилий также говорил глава региона. Власть обязана отвечать за работу. Результат спросит и Николай Меркушкин. Если назвались командой губернатора, я хочу сказать, я в том числе буду очень жестко требовать того, что в том числе то, что я сейчас говорил, все это выполнялось. Переломный этап в жизни Сызрани и шанс изменить город. Работа над ошибками началась. Ольга Павловская, Алексей Вермискин, новости губернии, Сызрань. 674 школы и 30 тысяч первоклашек. Кстати, на 800 больше, чем в прошлом году. День знаний в регионе отмечали повсеместно и масштабно. Тольяттинских школьников и студентов приехал поздравить губернатор. Анна Архипова продолжит. Первый звонок в этом году прозвучит для 31 тысячи юных жителей области. Мальчишки и девчонки полны надежд. Там будут все рассказывать, учиться мы будем. Будем писать, весело будет в школе. Почему весело? Потому что там будут учиться, это очень весело. Я буду все знать. Я думаю о школе, потому что там надо учиться хорошо, только на одни пятерки и на четверки. С днем знаний учеников 26-й Тольяттинской школы поздравил глава региона. Николай Меркушкин отметил, что в этом общеобразовательном учреждении реализуются важные программы. В частности, детей готовят к поступлению на технические факультеты Университета Автограда. Сейчас мир очень гибок. Все новые вещи появляются. Надо успевать, наоборот, гибко реагировать на это. Базовое образование, базовые знания. Вы получаете физику, математику, химию, информатику, что очень важно тоже. Пока шкалеры в вокале за партами, родители не упустили возможность поговорить с главой региона о наболевшем. Зарплата бюджетников, места в детских садах, дороге. В числе обсуждаемых тем обводная магистраль в Тольятти и строительство моста через Климовку. Если нам удастся этот вопрос решить, но тот очень дорогой проект. Он долгосрочный? Он долгосрочный, дорогой. А вам как же? Мысли. Я вам сказал, развязка или на будущее, или как край через полтора года будет. Научные разработки, инновационные проекты, удел молодежи. Николай Меркушкин поздравил студентов Тольяттинского госуниверситета с началом нового учебного года и преподнес молодым ученым подарок. Современное оборудование по мехатронике стоимостью 3 миллиона рублей. Я бы хотел вам пожелать, чтобы теснее были связаны с производствами, которые расположены в Тольятти. И не только, может быть, в Тольятти, а в Самарской области, да и не только в Самарской области. Теснее были увязаны с особой экономической зоной, которая сейчас активно, в общем, расширяется, что ли, уже можно так сказать. Там сегодня уже 17 резидентов, начали строить новые заводы там. И мы рассчитываем, что там когда-то, в будущем, через 7-8 лет, будет порядка 25 тысяч работающих на той площадке, причем на самых современных предприятиях. Глава региона подчеркнул, для него главный подарок до поколения «Некст» – активная гражданская позиция и желание покорять новые научные и производственные высоты. Анна Архивова, Борис Кислитин, новости губернии Тольятти. О будущем «Автограда» говорили на городском форуме. В качестве инициаторов и организаторов выступили представители общественных советов. Всего же участие в обсуждении приняли свыше 6 тысяч человек. Подробности в нашем сюжете. Анне Щелоковой 47 лет родилась в Тольятти, работает на автовазе. Каким быть городу – для себя решила. Перспективным, смелым, инициативным и уверенным. Но для этого нужно двигаться вперед. Ну, дороги про это все знают, про медицину, наверное, тоже все знают. Я бы хотела, чтобы у нас было больше спортивных сооружений, детских площадок. Я бы хотела, чтобы у нас были какие-то отдельные места для семейного отдыха. На форум Анна пришла вместе с сыном Антону. Десять лет он учится в школе, занимается спортом. И хочет остаться жить в Тольятти. Правда, перспектив у молодежи сейчас немного. Регион уже начинает называть депрессивным. Мы одни из лидеров, практически лидеры в стране по наркотикам. Особенно Тольятти. И прежде всего Тольятти. По ВИЧ-инфицированным. Это тоже наша беда. У нас до сих пор растет туберкулез. Это все, что я называю, это социальные болезни. Это болезни, которые начинают расцветать, когда в обществе все, скажем, не так. В стране эти вещи прошли в основном в 90-е годы. Областные власти предпринимают шаги к решению этих проблем. Это развитие спорта, культуры, предприятий. Уже скоро предстоит открытие особой экономической зоны и Жигулевской долины. А это десятки тысяч рабочих мест и огромные инвестиции. Поддерживают и АвтоВАЗ на региональном и федеральном уровнях. Немало средств направляет он на образование, чтобы Антон и его сверстники не уезжали из родного города. Об этом на форуме говорят все выступающие. Мы вместе с вами и я сам буду работать с теми, которые очень четко знают, за что они. Какая у них программа и что они собираются делать, как развиваться дальше. Потому что только на конструктиве можно построить будущий АвтоВАЗ и будущие Тольятти. Только команда может сделать перспективный план развития нашего города. Потому что здесь шашкой ничего не сделаешь. И здесь требуется длительное, жопотливое труд. А развивать уже начали. Местные жители отмечают, дороги стали лучше, решаются проблемы в сферах медицины и ЖКХ. Николай Меркушкин уверен, у Тольятти есть фундамент для строительства современного города. Но главное, не упустить момент. И пока еще есть возможность, она на самом деле есть, я в этом абсолютно уверен. Мы можем достаточно быстро восстановить многие вещи, которые мы утратили. И более того, с учетом потенциала мы можем активно дальше двигаться вперед. А потенциал человеческий у тольяттинцев огромен. Курс задан, пора двигаться вперед. Анна Щелокова форумом осталась довольна. Команда губернатора поддерживает. Женщина уверена, Тольятти преобразится. Сын останется в городе. Как признался Антон, он мечтает работать на автовазе. Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губерния. Тольятти. Новая неделя, новые события. Подведем итоги ровно через 7 дней. С вами была Татьяна Потоцкая. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова